Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла резонансный законопроект о бездомных животных. Как сообщает РБК, он дает право регионам самим определять порядок обращения с ними. Кроме того, документ запрещает такое понятие, как самовыгул. Причем это касается не только собак, но и кошек. Есть ли в этом необходимость и насколько реально воплотить данную идею в жизнь, разбиралась наша съемочная группа. Обычно, когда речь заходит о законах, касающихся животных в наших городах, то речь в первую очередь идет о бездомных кошках и собаках. Однако теперь у парламентариев руки дошли и до домашних братьев наших меньших. Поправка в статью 13 федерального закона прописывает новые требования к их содержанию. Депутаты предлагают запретить так называемый самовыгул. То есть теперь никакой кот не должен гулять сам по себе. Ну а пес тем более. Как-то неудивительно, но тут зоозащитники солидарны с народными избранниками. С кошками можно гулять на шлейке осторожненько, чтобы не было посторонних шумов каких-то, чтобы животное не испугалось, не вывернулось из шлейки и не убежало. Также на дачных участках в деревнях это может какой-то быть сделанный небольшой вольерчик для котика, чтобы он мог там спокойно гулять, ну соответственно без всяких там дырок, чтобы он не убежал. То есть запрет самовыгулу по идее решает целый ряд проблем. Животное не потеряется, не попадет под колеса автомобиля, на него не нападет хулиган или вообще док-хантер. А кроме того, удастся избежать бесконтрольного размножения, а значит роста популяции бездомных собак и кошек. Но пока только в теории. Вопрос, как это будет осуществляться на практике. Кто станет отлавливать животных, пойманных на самовыгуле? А самое главное, как найти хозяев? Ведь надо создавать единую базу данных, чего многие не хотят. Безответственные владельцы, которые категорически не собираются регистрировать животных, тем более нести ответственность какую-то юридическую, они как раз в первую очередь и являются распространителями такого явления, как самовыгул. И такие, конечно, в первую очередь не заинтересованы в том, чтобы себя высвечивать и делать животное как-то его маркировать, чтобы потом еще нести ответственность за это. При этом уже есть технологии, когда сфотографировав смартфоном нос своего питомца, имеющий уникальный рисунок, можно через интернет легко внести пса или кошку в единую базу данных. Вопрос в желании, а самое главное – сознательности нашего общества. У нас пока многие считают нормальным отправить свою мурку или шарика на самостоятельную прогулку. Особенно, если это деревня, где не бирка с чипом или файл в смартфоне, а усы, лапа и хвост. Вот они, его документы. Продолжение следует...